40% влюбленных, которые были отвергнуты своими избранниками, впадают в клиническую депрессию. С вами профессор Гуглов и мы начинаем. Поехали! Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, а то пропустите интересные ролики. А если ты хочешь выиграть 1000 рублей, как предыдущий подписчик, просто поставь лайк под этим видео, оставь комментарий, и если он не наберет лайки, ты победитель. Мы не рекомендуем играть в азартные игры, но если вы уже играете, то канал Казино Викис поможет вам и расскажет всю самую актуальную информацию. Ведь Казино Викис — это стратегия игры, обзоры казино, выясним все плюсы и минусы каждого, а также развеем все мифы о Казино Вулкан и многих других. Узнаем, какие выигрыши получали люди в онлайн-казино, по каким ставкам и почему после больших выигрышей лучше делать перерыв. И самое главное — бесплатные подарки всем подписчикам канала, и их можно отыгрывать и выводить на любые платежные системы. Все это только на канале Казино Викис, ссылка в описании. Многие мечтают побывать за границей и увидеть Париж с Эйфелевой башней, сфотографироваться с падающей Пизанской башней или своими глазами увидеть Статую Свободы. Но не всем это удается сделать, по финансовым или иным причинам. Специально для таких людей и создаются копии известных мест. Сегодня расскажу вам о семи из них. Париж в Циадунченге, Китай. Если вы планируете посетить Китай и если вы любите Париж, то вам нужно посетить Циадунченг. В нем все. Начиная от зданий, окружающих 108-метровую копию Эйфелевой башни, до фонтана на Елисейских полях, пронизана духом Парижа. Хотя китайская башня в половину меньше реальной, все равно она поражает своими размерами. А еще вокруг Эйфелевой башни находится жилой квартал, закрытый жилой комплекс, в котором почти никто не живет. Он был построен для размещения 10 тысяч человек, но сейчас там проживают в 5 раз меньше. Город почти пуст. Возможно, все дело в удаленном расположении. Чтобы добраться до Парижа, к примеру, на общественном транспорте, нужно потратить час. Но в этом есть и плюс. Никто не помешает вам насладиться красотой этого места. Флоренция в Циандзине, Китай. Если вы обожаете изысканную итальянскую кухню и любите ходить по магазинам, то вам стоит посетить флорентийскую деревню в Циандзине. На самом деле это обычный торговый центр, на строительство которого было потрачено 220 миллионов долларов. Теперь вам не нужно тратить время на долгий перелет. У вас есть возможность купить настоящие итальянские вещи совсем недалеко от вашего дома. Удивительно, но в этом ненастоящем флорентийском торговом центре можно найти настоящие магазины таких знаменитых модных домов, как Армани, Прада и Версачи. Флорентийская деревня расположена недалеко от станции метро. Она, в отличие от Парижа в Циандученге, находится близко контрольно-пропускным таможенным пунктом, аэропорту и метро. Поэтому ожидается, что ежегодно ее будут посещать примерно полмиллиона посетителей. Тауэрский мост в Сючжоу, Китай. Мост в Сючжоу по внешнему виду совпадает с лондонским. Однако проезжая, часть китайского моста шире, чем у оригинала, а количество башен в два раза больше. Каждый из четырех башен 40 метров в высоту. Между ними сооружены подвесные пешеходные переходы. Проезжая часть моста делится на три полосы. Две проезжие и одна пешеходная. Общая ширина дороги около 46 метров. Нижняя часть башен предназначена для проезда немеханических транспортных средств. Китайцы гордятся этим мостом стоимостью в 9 миллионов фунтов стерлингов. Китайские СМИ даже написали, что Тауэрский мост в Сючжоу более красив, чем оригинал. Тем не менее, не все в восторге от подобного копирования. Так руководитель архитектурной фирмы в Пекине назвал мост неприемлемым сооружением для города, который имеет свою собственную богатую культуру. Падающая башня в Найлс, штат Иллинойс. В 1920-х годах Роберт Ильк решил создать в Вилленойсе парк с двумя бассейнами. Но он столкнулся с одной проблемой. Водонапорные башни, подававшие воду для бассейнов, выглядели очень, по его мнению, неприглядно. Поэтому ему пришла в голову новая идея создать копию Пизанской башни, чтобы скрыть эти водяные баки. Так он и поступил. Башни высотой 29 метров, что в два раза ниже оригинальной башни, стали выглядеть точь-в-точь, как знаменитая Пизанская башня. Статуя Свободы в Японии Статуя Свободы можно увидеть не только в США, но и, вы не поверите, в Японии. На самом деле в Японии находятся три копии этого известного памятника. По одному – Вадайба, Симода и Осаки. Первоначально статуя была предоставлена на время Франции в 1998 году для празднования установления связи между Японией и Францией. В следующем году Франции статую вернули. А в 2000 году в Японии была установлена копия памятника. Там ее можно увидеть и по сей день. Соколиный город чудес в Дубае В Соколином городе чудес в Дубае собираются воссоздать семь чудес света. В нем построят копии пирамид, Танджа Равио – копию Тадж-Махала, копии Пизанской башни, висячих садов Вавилона, Эйфелевой башни и Великой Китайской стены. При строительстве большое внимание будет уделено современным удобствам. Висячие сады Вавилона будут комплексом, где будут размещены экологичные роскошные квартиры, рестораны под открытым небом и, конечно же, сам сад. Несмотря на огромные усилия и деньги, по воссозданию этих достопримечательностей главный акцент будет делаться не на историческую точность, а на эстетическую привлекательность. Многие из копий смогут похвастаться функциями, которые вы не найдете у оригинальных сооружений, таких как парки, кафе и фонтаны. Копия Титаника Титаник 2 строится на деньги миллиардера Клаева Палмара. Дизайн и внешний вид суда будет полностью соответствовать эпохе Титаника. На копии знаменитого корабля даже будут установлены копии оригинальных спасательных шлюпок. Судно, на котором разместятся 2435 пассажиров, будет оснащено спасательными шлюпками и современным оборудованием. Несмотря на то, что на Титанике 2 будет 840 комнат и 9 палуб, фактически он будет меньше, чем современные круизные суда. Стоимость создания этого корабля оценивается в 435 миллионов долларов, что примерно в 10 раз превышает стоимость оригинала. Титаник 2 будет стоять в доке на роскошном курорте, который откроется в конце 2017 года. И нет, он не пойдет по старому печально известному маршруту. Вместо этого он отправится из Цзянсу, Китай, в Дубай. А на этом все, друзья. Выбирайте следующее видео. Это или, может быть, вот это. И да, не забудьте подписаться. Вот прямо здесь, да. Может это? Или это? Ну, главное, подписаться не забудь. Угу.